Самое важное за неделю в Беларуси за 10 минут в новом выпуске. Все сразу. Приступим. Главными темами недели стали забастовка и подписанные интеграционные карты. И того, и другого белорусы ждали. Первого с воодушевлением и скепсисом, второго скорее с тревогой. Что из этого вышло, расскажу сразу после напоминания о том, что нам важен каждый зритель. Так что, если вы до сих пор смотрите Маланку без подписки, не надо так. Это безопасно и поможет нам чаще делиться с вами честными новостями. Следить за нами можно во всех соцсетях. Ссылки в описании. Начнем с тревожного. Нелегитимный долго тянул, но все-таки подписал на неделю союзные программы, которые диктаторы все никак не могли согласовать. Пропагандисты сразу окрестили это событие историческим, но эксперты его оценивают иначе. Одни говорят, что исполнение дорожных карт растянется на годы и эта подпись коренным образом ничего не изменит. Другие заявляют, что военная доктрина вкупе с картами ничего хорошего белорусам не сулит. Мало того, что Россия теперь еще больше привязала к себе Лукашенко, но и получила возможность увеличить военное присутствие на территории нашей страны. Сам же бывший президент, по сути, ничего для себя не выторговал дополнительной финансовой поддержкой и не пахнет. Демократические силы заявили о том, что из-за нелегитимности Лукашенко данный интеграционный декрет не имеет никакой юридической силы. Но факт остается фактом. Подпись поставлена. Что же теперь дальше? В подробностях о том, что ждет Беларусь и даст ли Путин гражданам страны самостоятельно выбрать свое будущее, мы поговорили в стриме «Народ спросит» с экспертами. А также объяснили, почему белорусы должны сделать все возможное для того, чтобы сорвать планируемый на февраль референдум. Потому как именно он необходим Лукашенко для хотя бы создания видимости легитимности, и его итоги станут решающими для дальнейшей поддержки Кремля. Очень рекомендую посмотреть. Но то, что Лукашенко теперь в кармане у Путина и вынужден плясать под его дудку, стало понятно сразу же. Самый яркий показатель – поздравление жителей Крыма с российским праздником Днем народного единства. Так что ждем теперь обострения отношений и с Украиной. Что до забастовки, то тут тоже все выходит неоднозначно. Общенациональной стачки, прямо скажем, не вышло. Но судя по отчетам Белорусского объединения рабочих, смелые белорусы все же нашлись. По подсчетам движения, около миллиона белорусов не вышли на этой неделе на работу. Но не только потому, что решили остаться дома. Среди причин и плачевная ситуация на предприятиях, из-за которой многим приходится уходить в вынужденный отпуск, и коронавирус, разбушевавшийся в стране. Тем временем демократические силы продолжают готовиться к спланированной и более массовой забастовке, а также запуску плана Перамога. В скором времени представители инициативы Байпол проведут первые стратегические учения. Как это будет происходить и чего еще ждать от плана Перамога, мы рассказали в новом выпуске «Что хорошего?» Смотрите на канале. А в том, что перемены необходимы, с забастовкой или без нее, говорит не только политический кризис, но и печальная статистика. Белорусы стали работать больше, причем на 20-25% больше, чем, к примеру, европейцы. Вот только на зарплатах это не очень-то отражается. Средний заработок в стране падает уже второй месяц подряд, причем в одном из самых богатых районов, Солигорском, зарплата снизилась на 423 рубля. А вот долги, наоборот, растут. Так фонд социальной защиты недосчитался аж 10 миллионов рублей отчислений. А это уже угрожает тем, что работники могут оказаться в пенсионной ловушке, то есть потеряют часть трудового стажа из-за неуплаты взносов нанимателями. Чтобы как-то выжить, белорусы берут кредиты и уже поставили рекорд. По данным Нацбанка, граждане должны уже более 16 миллиардов рублей. Как же нелегитимная власть объясняет такую плачевную ситуацию в экономике? При помощи отговорок, конечно. Мол, цены растут, потому что так происходит во всем мире. А из-за пандемии возникает больше логистических трудностей. Плюс низкие урожаи, отсутствие инвестиций в белорусскую экономику. Вот и получаем то, что получаем. Интересно, а неплохая ли экономическая политика в этом виновата? Интересный плюс в этой ситуации – это дешевый доллар. Вот только поддерживает курс белорусского рубля снижение доходов населения и внутреннего спроса. Регулирование цены, запрет на вывоз продуктов в этой ситуации неизбежны. Так, на неделе продлили запрет на вывоз гречки из страны, а также начали регулировать цены на ритуальные услуги. Такая вот стабильность. На границах ситуация, увы, тоже не улучшается. На этой неделе конфликт с Польшей из-за мигрантов обострился настолько, что дипломата от режима даже вызывали в польский МИД. Причины – участившиеся провокации. То огромная группа беженцев пыталась штурмовать границу со стороны Беларуси, а белорусских пограничников заметили с кусачками для колючей проволоки. А потом еще и людей с ружьями, причем на территории Польши. Без выстрелов и даже камней не обошлось. Так называемый МИД Беларуси все обвинения отрицает и валит все на Польшу. Мол, это вы тут сами повышаете градус напряженности. Тем временем мигранты ведут себя в Беларуси, как им хочется. Ночуют в белорусских городах прямо на улицах, устраивают палаточные городки в лесах и не теряют надежды прорваться в ЕС. Но есть и те, кто хочет вернуться домой. И судя по последним сообщениям, Ирак уже готовит рейсы для эвакуации из Беларуси своих граждан. Справляться с миграционным кризисом Евросоюз собирается при помощи санкций, которые будут объявлены уже в этом месяце. Пятый пакет затронет организации, которая помогает режиму в контрабанде людей, а также крупные белорусские банки. Некоторые из предыдущих санкций на этой неделе уже вступили в силу. Так, Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета, а также других структур, попавших в санкционные списки США. Теперь публиковать свои ролики на видеохостинге не сможет и ряд белорусских предприятий. Как говорят аналитики, ноябрь станет для режима последним более или менее спокойным месяцем, потому что в декабре нелегитимная власть почувствует санкции в полном объеме. И самыми болезненными из них станут секторальные, в том числе и против калийной отрасли. Режим же пытается ответить ЕС и США контрсанкциями. Не молчать же в ответ на такие недружелюбные действия Запада. Так, нелегитимная власть продлила запрет на ввоз товаров Шкоды, Невея и Ликвимоли. А также собирается подать иски в международные суды, чтобы отменить авиационные санкции. Как думаете, отсудят компенсацию? Напишите в комментариях. Ждать поблажек режиму не приходится, потому что ситуация в стране становится все хуже, особенно в отношении соблюдения прав человека. И международные организации не только с тревогой за этим наблюдают и фиксируют все преступления, но в скором времени и заставят режим отчитываться. Группа из 35 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, или ОБСЕ, решила задействовать венский механизм в связи с серьезными нарушениями прав человека в Беларуси. А в Генпрокуратуру Германии подали жалобу на шесть высокопоставленных сотрудников силовых ведомств Беларуси за преступления против человечности. И таких жалоб меньше в скором времени явно не станет, потому что пытки в белорусских тюрьмах продолжаются. На этой неделе одна из женских камер на Окрестина была вынуждена объявить голодовку из-за недопустимых условий содержания. У девушек изъяли даже зубные щетки и лекарства. Зато вот у столичных силовиков появился центр психологической разгрузки, в котором можно будет снять стресс, поиграть и даже посидеть в массажном кресле. А как же без психологической разгрузки? Вокруг же сплошные террористы и экстремисты. На этой неделе их, ожидаемо, стало еще больше. МВД признала экстремистским формированием все интернет-ресурсы БелСАД. И таким образом, впервые в истории страны такой статус получила независимая масс-медиа. Как безопасно продолжать смотреть БелСАД и поддержать команду телеканала, вы узнаете по ссылкам в описании. Но главная поддержка, причем для всех независимых СМИ, это подписка и поддержка комментариями и лайками. Не забывайте об этом. То, что паранойя режима обостряется, подтверждает и то, что к террористическим актам начинают готовить и предприятия, и медиков. Так, на Гродно-Азот, к примеру, собираются установить выдвижные металлические шипы на входе, а военизированную охрану отправили пересдавать нормативы. В больницы же пришли новые указания – отчитаться, насколько они готовы к оказанию помощи после терактов. Так что, белорусам стоит ждать постановочных ЧП? Этот тревожный вопрос мы обсудили с экспертами в новом коротком выпуске «Народ спросит». Очень хочется рассказать вам о хорошем, но такого маловато было на неделе. Из плюсов Минздрав получил дополнительные 140 миллионов рублей на борьбу с ковидом. А также заявил, что страна планирует закупить около миллиона доз зарубежной вакцины. Правда, не пояснил, какой именно. И это было бы хорошо, если бы не рейды в течение недели, которые проверяли везде ли по стране сняли объявление об обязательном ношении масок. Одним из вирусных роликов недели стал трейлер индийского боевика, снятого в Беларуси. Такого вы точно не видели. В нем вертолеты с надписями МЧС в Беларуси стреляют лазерами. Бронемашины проламывают стены из пенопласта, а все ради спасения маленькой девочки. Но если вам хочется настоящего искусства, советуем посмотреть новый выпуск нашего проекта «Маланка.Арт». Вот где точно много вдохновляющего и радующего глаз. Не пропустите сегодняшний стрим с экспертами, посвященный главным событиям недели. А также итоговый выпуск новостей регионов с Екатериной Ярусалимской. Подписывайтесь на «Маланку», чтобы не пропускать ничего интересного и побольше хороших новостей для всех нас. На будущей неделе.